МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожалуй, самая известная дорожная разметка – пешеходный переход. А появился он еще во времена Помпеи. Правда, назначение у него было весьма прозаичное. Транспорт тогда был гужевым, а улицы лишены стоков. И чтобы пешеходам не испачкаться, устанавливались переправы из плоских камней, обычно из трех. Но это было раньше. Сейчас же этот участок проезжей части очень важен как для пешеходов, так и для водителей. Ведь именно он информирует о безопасном переходе. Но несмотря на это, в последнее время от травматизма на дорогах зебра не спасает. Это и станет главной темой нашей сегодняшней программы. С вами своя полоса. Здравствуйте! Сегодня в программе «Как не попасть под колеса лихачу» Самые маленькие участники дорожного движения изучают, как вести себя на проезжей части. С травмой головы и ушибом позвоночника 66-летний мужчина был доставлен в больницу. Пенсионер попал под колеса газели. Сегодня на ваши даже самые острые вопросы ответит профессионал. И, кстати, если у вас есть вопрос, но вы не рискуете его задать, присылайте к нам на почту. Наш правдоруб Альбина сделает это за вас. Каждое четвертое дорожно-транспортное происшествие у нас на Ставрополье связано с пешеходами. Безусловный лидер здесь наезды. Только в прошлом году в 850 ДТП погибло 105 пешеходов. Больше 800 получили травмы. Пострадавшие ставропольские пешеходы поделились с нами своими страшными воспоминаниями. Впечатлительная публика может выключить звук телевизора. Этой зимой жительница Ставрополя попала под колеса автомобиля на зебре и чудом осталась жива. Женщина получила растяжение голеностопа, коленного сустава и многочисленные ушибы. Водитель, наехавший на Наталью, просто ее не заметил, так как пешеходный переход не регулируется светофором. А поток машин на этом участке дороги очень большой. Ну вот мы как раз и подошли к тому пешеходному переходу, который находится на пересечении улицы Ворошилова и Шпаковская. Вот именно на этом пешеходном переходе и случилось ДТП с участием Натальи. Наталья, расскажите, как все было? Ну, 20 февраля, 20 февраля я вот на этом переходе меня сбила машина. И это было не в вечернее время, ну как, это было светло, это было 5 часов вечера. Вот, и как бы вот отлетела от машины, получила травму. И, ну, водитель, правда, помог мне подняться, помог мне, довез меня до больницы. Вот, и не скрылся с места преступления, так сказать. Вот, с места ДТП. Вот, помог мне. Вот с этим он, конечно, мне помог. В больнице водитель признался, что наехал на пешехода. И даже по совету врача вызвал сотрудников ГАИ и вернулся на место происшествия. Через несколько дней, по словам Натальи, нарушитель позвонил и предложил материальную помощь. Женщина согласилась, но позже водитель передумал, сославшись на отсутствие денег. Теперь Наталье приходится оплачивать реабилитацию своими силами. Любой перелом, он может быть чреват. И мы наших пациентов настраиваем, что простых переломов не бывает. Какие-то последствия существуют. Вопрос также связан, насколько там произошло смещение или нет. Но чаще всего любое внутрисуставное повреждение, если мы касаемся, в частности, коленного сустава, оно чревато развитием в послеоперационном периоде, если больному приходится оперировать, либо после излечения полного, и больной возвращается к общественной жизни, он возвращается в семью, чаще всего у них, конечно же, развиваются такие явления, как артроз коленного сустава. И это уже приходится лечить последствия вот этой травмы. А вот тот переход, у нас он вообще смертельный переход. Потому что там одни пропускают, из-за них другие вылетают. Я считаю, что здесь уже давно, давно нужно поставить светофор. У меня муж, он водитель. И как бы он тоже говорит, что здесь просто необходимо поставить светофор, чтобы как бы вот спокойно можно... Были ДТП с пешеходами с летальным исходом, да? Да, были, это в прошлом, по-моему, или в позапрошлом году, было с летальным исходом. Это вот пока вот один, я знаю. А там, может, еще... Ну, просто я видела, что здесь были сбиты пешеходы, а там жив они или нет. А то, что вот дедушку сбили, да, здесь это точно... Да, его насмерть сбили. За 10 дней до происшествия с Натальей на пересечении улицы Ленина и Ботанического переулка случилось еще одно ДТП. Водитель легкового автомобиля также не заметил девушку на переходе и сбил ее. Меня ударили в бедро, и я завалилась на капот. И с капота потом кубарем скатилась, ну, вот, получается, между машинами. Юля находилась в шоковом состоянии больше трех дней. И несмотря на то, что трещина в коленном суставе и ушибы уже заживают, девушка до сих пор боится переходить дорогу даже в положенном месте. Страшно теперь переходить по пешеходам? Я еще не пробовала. Ни разу не пробовала? Нет, еще не пробовала. Может, попробуем? Нет, спасибо. Нет желания такого. Нет, вообще никакого. Мы все время надеемся, что раз есть правило, что пешеход через пешеходную дорожку, водитель перед пешеходной дорожкой должен остановиться, да? Но, однако, не каждый водитель это делает, да? Вот. Поэтому очень часто надеясь на то, что водитель проявит сознательность, остановит, а мы спокойно перейдем, не работает. Почему? Потому что водитель также рискует проскочить, вот, и происходит ДТП. Жизне этих двух женщин уже ничего не угрожает. И на дороге теперь они будут еще более бдительны. Но, к сожалению, в некоторых случаях все заканчивается гораздо плачевнее. Может, в теории ПДД участники дорожного движения и знают? Вот на практике, увы. Происшествие недели. Продолжение программы. В Ипатово задержали пьяного водителя квадроцикла. 5 апреля сотрудники ГИБДД остановили мужчину, который ехал без мотошлема. Во время общения выяснилось, что он был пьян. Кроме того, оказалось, что права управлять квадроциклом мужчина не имел. Водительскому достоверению данная категория отсутствует. По факту происшествия составлено несколько административных материалов. В совокупности ему грозит штраф в размере более 35 тысяч. И лишение водительских прав сроком до двух лет. Спасибо вашим сотрудникам. Такими словами началось письмо жительницы города Буденовска в адрес руководства Савропольской госавтоинспекции. Автомобиль «Лада Гранта», которым управляла беременная девушка, заглох посреди оживленной дороги. Устранить неисправность самостоятельно женщина не смогла. Включив аварийные огни автомобиля, беременная длительное время простояла в потоке машин. Никто не остановился, кроме сотрудников ГАИ. Автоинспекторы сначала откатили неисправный автомобиль с проезжей части и сразу отвезли девушку в поликлинику. После полицейские отремонтировали автомобиль и доставили его к женской консультации, где его уже дожидалась хозяйка. В Ставрополь под колеса грузовой «Газели» попал пенсионер. Водитель на улице Доваторцев наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. С травмой головы, ушибом позвоночника 66-летний мужчина был доставлен в больницу. «Газели» управлял 43-летний житель Ставрополя. Проводится проверка. Это видео взволновало жителей всего края – Есентуки. На записи видеорегистратора видно, как отечественная легковушка разворачивается на одной из улиц города-курорта. В это время из машины выпал ребенок. Четырехлетний мальчик чудом остался цел. От серьезных травм его уберегла небольшая скорость, на которой авто входило в поворот. Сотрудники госавтоинспекции в скором времени разыскали горе водителя. Им оказался дядя мальчика, 29-летний, местный житель. В свое оправдание он пояснил, все произошло по вине самого ребенка. Водителя привлекли к административной ответственности. Теперь ему грозит штраф 3000 рублей за нарушение требований к перевозке детей. Спросите у любого водителя, в чем основная причина ДТП с пешеходами. Они вам ответят в пешеходах. Не пуганных, не осторожных, не внимательных, не знающих правила. И что важно, сотрудники ГИБДД на 90% с этим согласны. Вот информация из первых рук, самых главных в краевой дорожной полиции. Зачастую граждане пешеходы думают, что можно проскочить. Ну, к сожалению, водитель-то двигается со скоростью больше. И он видит впереди зеленый сигнал сфотофора. И он может неожиданно для пешехода появиться на пешеходном переходе и допустить наезд на него. Это первая причина. Второе. Граждане многие думают, что пешеходный переход находится в районе 30-20 метров. И можно рядышком перейти в проезжую часть. Заблуждение большое. Водитель этого не ожидает. Самый, наверное, также распространенный вид ошибок пешеходов это же, конечно, невнимательность при подходе к пешеходному переходу. Зачастую это молодежь. Наушники, капюшоны. Полная невнимательность. Меня зовут Максим. Интересно такой вопрос. Если пешеход стоит перед зеброй, но не переходит дорогу, обязан ли водитель остановиться? Тоже хороший вопрос по правилам дорожного движения. Водитель должен остановиться перед пешеходным переходом и пропустить пешехода, когда пешеход начал движение на пешеходном переходе. Если пешеход просто стоит около пешеходного перехода и не двигается, соответственно, водитель полно имеет право проехать пешеходный переход. Это не будет являться нарушением. Во всем городе разметка стерта на ухнарь. Я что, должна догадываться, какая разметка? Или ее же может пора обновить? Разметка должна быть читаема круглый год. Ответственность за содержание дорог, в том числе и пешеходных переходов, лежит на владельцах дорог. Мы давно обращались к владельцам дорог и требуем сейчас, чтобы наносили термопластиком, чтобы разметка была как минимум 2-3 года в нормальном состоянии. Женщина за рулем. Возможно ли купить права? Качество подготовки водителей берут ли взятки сотрудники дорожной безопасности? Что думают специалисты о качестве ставропольских дорог, ямочном ремонте и о том, как в дорожной полиции борются за чистоту рядов? Ответы на самые горячие вопросы, которые от вас собирает Альбина. Позвоните, напишите, ударьте вашим вопросом по бездорожью и ухабам. Поехали! Как все же не попасть под колеса лихачу или невнимательному водителю? Не только взрослый, но и малыш должен знать, что дорогу можно переходить только в установленных местах. Это стала нормой еще в 1946 году, после Второй мировой войны. В Англии было создано подразделение дорожной безопасности. После проведенных исследований специалисты пришли к выводу, что чередующиеся черные и белые полосы более заметны на дороге. А уже в 1951 году маркировка «Зебра» стала обязательной для всех пешеходных переходов. Но даже если разметку хорошо видно, несколько простых правил все-таки стоит соблюсти. Поэтому прежде чем выйти на проезжую часть, ребенок должен остановиться на расстоянии метра от края дороги, посмотреть налево и направо и только убедившись, что нет приближающихся машин, выйти на проезжую часть. Переходить дорогу надо спокойным шагом и ни в коем случае не бегом. Такие уроки для самых маленьких пешеходов проводят дорожные полицейские. Также, ребята, в темное время суток, когда плохая погода, туман, дожди, снег, пешеходов водителям ночью не видно, вообще не видно, ребят. И если пешеходы будут применять световозвращающие элементы, то водитель такого пешехода увидит издалека. Вы будете в безопасности передвигаться. Поэтому необходимо применять в темное время суток световозвращающие элементы. К сожалению, не все населенные пункты Ставропольского края имеют искусственное освещение в ночное время. Именно поэтому очень важно пешеходам в условиях недостаточной видимости в темное время суток применять световозвращающие элементы на верхней одежде. Водитель в ночное время может увидеть пешехода со световозвращателями на расстоянии до 300 метров. А если же подобных световозвращателей на пешеходе нет, то, к сожалению, он остается виден водителю на расстоянии от 30 до 60 метров. Соответственно, подобная видимость, недостаточная видимость на дороге в темное время суток значительно увеличивает вероятность возникновения наезда на пешеходах. Также на остановке мне хочется вам напомнить о безопасности. Когда вы вышли с общественного транспорта, с автобуса, необходимо дождаться, пока уедет автобус с остановки. Ни с какой стороны автобус обходить, чтобы перейти дорогу, нельзя ни сзади, ни спереди. Вообще ни с какой стороны нельзя обходить автобус. Нужно дождаться, пока он отъедет и на ближайшем, ребята, пешеходном переходе, который наверняка есть около остановки, перейти по пешеходному переходу проезжую часть. Это тоже очень важно. Родители и учителя позаботились о своих малышах. Они вместе разработали маршрут. Это своего рода карта пути от дома до школы и обратно по самым безопасным местам. Если у вас есть ребенок, обязательно нарисуйте ему такую подсказку. Успели зафиксировать? Если нет, смотрите программу «Своя полоса» на сайте stv24.tv Выбирайте в жизни свою полосу и главное, чтобы она была безопасной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин